Усть-майская земля Известно тем, что здесь, в селе Кюбцы, 10 марта 1929 года Родился эвенкийский поэт-прозаик Дмитрий Нестерович Опросимов 95-летие которого нынче было широко отмечено и в районе, и в республике В день рождения Дмитрия Опросимова проводятся вечера воспоминаний Которые впоследствии стали называться «Опросимовские чтения» На одном из таких вечеров было решено создать музей поэта Это решение воплотилось в жизнь И в декабре 1996 года на его малой родине был открыт литературный музей Который не так давно украсил районный центр Экскурсию по музею проводит его заведующая Амалия Андреевна Атласова Мы находимся в литературном музее имени эвенкийского поэта, прозаика, художника, фольклориста Дмитрия Нестеровича Опросимова Этот музей был переведен из села Кюбцы в 2021 году по решению районного руководства Цель как бы раскрытия имени Опросимова Поскольку он является брендом нашего района Для того, чтобы большее количество людей, гостей, местных жителей С других поселений могли ознакомиться с народным творчеством нашего писателя И кроме того, конечно, других местных писателей и мастеров, которые здесь представлены Так как все-таки село Кюбцы у нас находится отдаленно И многие люди не могут доехать до этого крайнего поселения Считаю, что это решение было правильным Потому что сейчас для литературного музея стоят очень большие высокие задачи В духовном воспитании подрастающего поколения Для того, чтобы люди, дети знали свои истоки Поскольку здесь экспозируются постоянно движущиеся выставки О выдающихся людей эвенкийского народа, якутского народа И, конечно же, всех других народов, в том числе русского Которые проживают в нашем Улусе Когда заходишь в литературный зал, сразу же люди почему-то вздрагают Некоторые от удивления, некоторые даже со страхом Потому что их встречает бюст Дмитрия Несрича Просимова Этот бюст был изготовлен по инициативе нашего местного, кстати, писателя-поэта Лугинова Евсея Семеновича Он был тогда учителем якутского языка в Кюбской средней школе И вот он организовал, сам договорился с известным, заслуженным скульптором нашей республики Пшенниковым Ксенофонтовым Николаевичем Зайдя, особенно дети младших классов очень любят гладить эту скульптуру Вообще в жизни, оказывается, они никогда не видели и удивляются такому творению Потому что эта работа выполнена очень качественно и интересно Она передает именно вот красоту, духовную красоту, я считаю, Дмитрия Несрича Просимова Когда смотрим мы на этот бюст, мне кажется, он начинает оживать Вот его задумчивые глаза особенно Он такой мечтатель был тоже в жизни Вот точно так же смотрел, как будто в пустоту Тебя одет, он что-то видит свое Точно так же здесь Были депутаты Ультумена, которые вот в связи с юбилеем возложили вот эти цветы То есть дань уважения Находимся в основном в зале нашего музея Мы называем его, это зал нашего Дмитрия Несрича В этом зале представлены, ну, часть У нас очень много рукописных его работ в архиве, да? И вот часть мы выставили на показ, чтобы показать, какой вот у него почерк Сразу по почерку видно, какой был он человек Решительный, порывистый, такой местами иногда мягкий, когда он писал о любви, да? И он очень любил во время наброски, да, работ по рукописи И наброска своих этих мыслей Он любил рисовать Вот, они везде, на каждой странице есть разные рисунки Прямо ручкой точно передавал все детали Здесь в зале представлены все картины, которые мы смогли собрать и сохранить Вот, такие большие полотна, которые он дарил именно на свадьбу людям Вот этот хост, который назван «Свидание при Луне» Он посвятил Чите Бачевых из села Кюбцы Вот, Афанасия Ирина Приехала молодая учительница в наше село Афанасий работал на почте радиотехникам И они встретились Следующая витрина, тут личные вещи Дмитрия Нестеревича Личные вещи Вот самая уникальная, я считаю, вещь Вот, характеризует его Как человека, ценящего свои истоки Вот, шкатулка Малахит Куда складывают мелкие вещи его прабабушки Восемнадцатый век Вот, несмотря на перебитие с тяжелой своей жизнью Вот, он пронес эту шкатулку Сохранил Сохранил Это вообще удивительно Следующая вот картина тоже была подарена на свадьбу Здесь уже кюбский пизляж Тумул Это протока И тут же прямо реалистичный дом Счастливая пара, да? Вон, скот, богат Вот, чувствуется дух того времени Дети так и говорят Сколько много коров тебе Удивляются Когда было у нас открытие Открытие музея Вот, средний сын Дмитрий Несевич Филипп Он художник-реставратор по дереву Он краснодеревщик Он подарил нам стул Который изготовлен без единого гвоздя По старинной технологии И сказал Это символичный стул моего отца Вот, к нему будет столик Так он сказал Ну, на двух стендах у нас Как бы вся жизнь Дмитрия Несевича Вся его семья У него отец был Очень хорошим охотником Особо медвежатником Небольшого роста Очень шустрый Светловолосый, светлоглазый Такой красавчик Он не боялся Самого умного зверя-медведя Больше всех добывал Ну, в связи с тем, что Жена рано умерла Сразу после родов дочки Из 11 детей, кстати, выжило только трое От первого брака Вот И старший Его сын Егор погиб сразу же В первых днях В Великой Отечественной войны Под Вологоградом Остался Дмитрий с ним Учиться в школе А дочку ему пришлось На воспитание Русская семья Опальковых Приезжали раньше Сюгаренка Медицинские работники Которые Осматривали Это Население Оказывается И вот они приехали В Кюбцы Увидели вот эту семью Как она бедно живет Как это Девочка там Маленькая Отец на охоте С братом живет Месяцами на охоту Ходили же раньше И вот Они попросили И отец Разрешил отдать На воспитание И Екатерина Была отдана Приемным родителям Потом она Закончила Высшее образование И после этого С России вернулась В Якутию На родину Встретилась со своим Старшим братом И они не расставались По жизни Ну Дмитрий Несович Он профессиональный художник Я говорю Потому что он учился В художественном училище Закончил Работал Учителем Библиотекарем Работал Директором клуба И везде Он любил Декламировать Стихи Вообще Обожал Пушкина Очень Обожал Вот Даже его картины Носят Вот Три богатыря Еще есть картины На русскую тематику Он очень любил Русскую поэзию И вообще Любил читать Свои стихи Ну Как обычно Поэты ходят И читают Особенно Я всегда удивлялась Вот один раз На концерт съездила В поселок И стихи Так тихо Слушаю Вообще Тишина Когда он Закончит стих Начинает Рукополискать А когда он Начинает Читать на русском языке Пушкина Вообще Овации Не стихали Он очень Умел Красиво Декламировать Стихи Вы же его Сами Хорошо Помните Конечно Я очень хорошо Помню И как вам Вам самим Как вы к нему Относились Вообще Ой Вы знаете К моему студу В то время Молодежь Мне было 25 лет Когда я первый раз Его увидела До этого я слышала Там Поговорят Бары Я его конечно Не знала А потом Когда Я увидела Работала Я тогда Фельдшера Жанса Он пришел Ко мне На фрион Он уже тогда Болел Туберкулезом Он лечился Профилактически И вот придет Читает У него за ночь Очень много стихов Каждый день Он ходил Ко мне на уколы И каждый день Они пили У меня на глазах Таблетки Все Которые Состояли На учете Ну Так лечили мы раньше И Читает стихи И вот Я смотрю на него Мне работы много Да Надо работать Но Из-за уважения К нему Из-за интереса Я пытаюсь Его понять Его стихи У него же очень сложные Своеобразные Философские стихи Очень сложные Если читает О камнях Как будто О живых людях Он иногда думает Странный байк Как это Камни могут Живых Я вообще не понимала Его тогда А вот сейчас Когда я стала Работать Здесь Ну и в культуре И здесь Я сейчас его читаю Много Стала читать И конечно Я начинаю Его понимать Каким он был Какая его душа была Она прямо Плескалась Он не знал Кому сказать Идет Идет по улице Иногда стоит И читает И читает Читает До того У него Это Творчество Его прямо Лилось Границ не знала А люди Вот так Слишком Чтобы все его слушали Сейчас уже более-менее понимают У нас многие дети Его стихи На русском языке Любят читать Значит что-то есть В Владе Уже У него осталось Только трое сыновей Андрей Филипп И Александр Вот А Просимов Александр Дмитриевич Я считаю Из братьев Самый такой Человек Который Увековечивает Имя своего отца Ну По старшеству Я думаю Больше И у него больше Организаторских талантов У него больше Как бы сказал Он уже педагог Потом и педагогическое мышление И так далее Видимо на это влияет И поскольку он дольше Как бы знает Больше отца Он Видимо был Там Сверху Продвигать Дело отца Ведь при жизни У Дмитрия Нестовича Четыре книги было Маленькие Брошюречки А вот После Его смерти Саша Добился Выпуска Очень красивых Больших Таких добротных Книг Вот Сам Талантлив Он И самое главное Его миссия Да Он до того Добрый До того добрый Он На мать Очень походит Он Сейчас Учит людей Самозанятыми Быть Это же Большая миссия И учит Инвалидов Своему искусству Плетения Это тоже Считает Дар Божий И у него Очень хорошая семья Конечно Но он Сами стихи пишет Сам Прозу пишет Стихи он Так Не пишет Прозу он пишет Кроме того Он Очерки пишет Прозу пишет Кроме этого Он Как сказать Поет Изучает Эвенкийский язык Артист Вообще В спектаклях Эвенкийских играет Это для меня Вообще Дость была А сейчас Он уже Опытный Опытный артист Филип Ну про Филиппа Я говорила Он Индивидуальный Предприниматель Вот занимается Деревом Тоже Старается Вот эти Вот старинные Истоки Сохранить Здорово Читает Кстати По деревянному Зодчеству Ну и По работе Конечно Он Естественно Поскольку Реставратор Это такая редкая Профессия Работу В нашей республике Не найдешь Естественно Да Он Работает В другой сфере И Дети его Две дочки Они имеют Художественный талант Оба учатся В высших учебных заведениях Скоро Наверное О них Мы тоже Услышим Андрей Самый младший Наверное Собрал Все таланты Отца Он даже Похож на него Хотя Филипп Больше Похож на отца Но Андрей Тоже Похож И он И рисует И стихи Пишет И песни Пишет Он автор Нашего гимна Усмайского района Этим Мы очень Горзимся Да И учит детей Своему телу Это тоже Большой талант же Вот У него Трое детей Двое мальчишек И Девочка Младшая Дочка Она кстати Художница Будет Большой Художницей На этих Витринах У нас Расположены Его произведения Его Книги Или же Статьи Стихи Выпущенные В журналах Хотугусулус Полярная звезда И так далее И Здесь У нас Находятся Рукописи Самих Великих Писателей О Дмитрия Несовича Просима Вот говорят Человек Талантлив Но Может быть И многогранно Да Не один Только талант Точно так же У него Он и Писал Картины Он и писал Стихи Фрозу Легенды Он Оставил Большое Духовное Наследие Я считаю На его Произведениях Мы воспитываемся Вот мое поколение На нем Воспиталось Сейчас Мы Стараемся Передать Молодому Поколению Вот У нас Сейчас Проходят Музейные уроки Встречи Со школьников Буквально Вчера 70 детей Было Сегодня 46 Да И всем Одним Стихотворением Я говорю О нем О его жизни О его мыслях Каким он был Он писал Отныне Да Светится В доме Любом Огонь Незавельным Святым Очагом И если В соседний Тордох Вдруг Придет Голодный Лихой Неудачливый Год Соседи Зови За стол Их сажай Да Сыто Корми Пощадрее Угощай Пусть люди Забудут Злосчастье Свое Улыбкою Красят Житье Бытие То есть Он дал нам Завет Жить всем Дружно Помогать Друг другу Быть Человечными И этим И этим Пронизанно Все его Творчество Пусть Это будет Стих О любви Природе Или к женщине Или к детям Везде Пронизана Вот эта нить Продолжая Рассказ О экспозициях Я бы Хотела остановиться У этой Витрины Эта витрина Посвящена Лучшим Охотникам Нашего района Одним Из лучших Вот Она постоянно Обновляется И здесь Выставляется Через квартал Так скажем Новые И новые Лица Сегодня Сегодня мы Представляем Трех Охотников Они Все одинаково Победители Состричейских Соревнований Вот Лучшие Имеют Звание Лучшие Охотники Да И так далее Но их Отличает Некоторое Такое Отличие Друг от друга Потому что Каждый человек Это Каждая история Своя история Вот Атласов Иван Егорович Он Жил У нас В поселке Восьмая Сам Родом Из Юдомы Великий Охотник Его Отличало Отличает От коллег То что Он Один из них Дольше всех Был в тайге Вот В 80 лет По-моему Он закончил Ходить В тайгу Сам Один Самостоятельно Вот В 10 лет Он пошел Работать Проводником Экспедиции Геологические Экспедиции Их сопровождал Доводил до места Значит Изыскание Потом сам Возвращался Домой И в один Из Возвратов Он Как правильно Сказать Потерял Ноги Охолодил И не смог Дойти До своей избушки Он дополз Еле-еле До своей избушки Это 10-летний Тогда И Долго Болея Лежал Один Вот А потом Когда Очнулся Он хотел встать У него Ноги были Атрофированы Вообще Икроножных Мышек Так таковых Не было Можно сказать Он Он потерял Способность Ходить И добывать Добычу Как охотник Это для него Было Самым страшным Ударом Для Тогда Взрослого Ребенка Поэтому Он С этого Момента Каждый день Плотной Тканью Обтягивал Натуго Икроножные Мышцы Свои Ноги Ниже колена И После Этого Вставал На лыжи И шел Охотиться Он все равно Добывал Даже Крупную Дичь Добывал И так Он Прожил Свою Жизнь У него Очень большая Семья Была Одиннадцать Текей Вот Он всех Вырастил На ноги Поставил Они все Охотники Они У нас Сами По себе Знаменитости Очень хорошие Образованные Люди И вот Я считаю Что он Был Героем Скажем Своего Времени Вот Упорство Сил Воли Духа Именно Показывает Естественно Винкейский Дух Второй Атласов Егор Васильевич Это Кювчанин Он Сила Кювцы Он Тоже И перед Производство И победит Су Соревнований Но У него Есть Вот Лучшему Андатроводу Района В 75 Году Ему Уручили Диплом Больше Всех Добывал Андатров Кроме Этого Он Больше Всех Добывал Лис Почему? Потому что У него Была Такая Очень Хорошая Собака По Кличке Нотор Она Имела Умела Добывать Лис Год По 30 Штук Не Повреждая Шкурки Телеграма Третий Здоровья Он был Хорошим Спортсменом По национальным видам Спорта Бегу Не было равных В нашей Зоне Амгина Заречной зоне Вообще Не было равных Он всегда Первые места Занимал В республике Вторые О чем Свидетельствуют Вот Его Эти Награды А в целом Их объединяет То что Они любят Приводу Экологию И Конечно Приносили Большое Количество Мягкого Золота В стране Вот и Закончилась Экскурсия По Литературному Музею Имени Дмитрия Нестеровича Опросимова Думается Что Те Кто Когда-либо Посетят Усьмаю Узнают Много Интересного О населении Района И о Дмитрии Поэти земли Устмайской